Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Сегодня мы поговорим на такую тему, как хула на Духа Святого. Что это такое? Я еще буду много говорить на эту тему, так как вижу много вопросов, такие как хула мысля, прощаются ли, примеры и так далее. На все эти вопросы буду отдельно говорить, но сегодня мы посмотрим, что это такое. Здесь есть такие слова, как хула и Духа Святого. Слово хула можно посмотреть в таких выражениях, как богохульство, оскорбление, кощунство. И в более близком переводе это злословие в сторону Духа Святого. Хула на Духа Святого можно сказать оскорбление Духа Святого, кощунство над Духом, произнесение хулы на Духа Святого. То есть говорить плохое, оскорблять Духа Святого, злословие на Духа Святого и то, что Он делает. Иисус Христос сейчас рядом с Отцом Небесным на небесах, а Дух Святой сейчас с нами на земле. И это выражение так же актуально, как и две тысячи лет назад. Как можно злословить Духа Святого? Вообще, как это можно говорить плохое в сторону Духа Святого и на Духа Святого? Для этого посмотрим, что произошло, в какой ситуации так сказал наш Господь. Посмотрим на место в Евангелии от Матфея, 12 глава, стихи из 22 по 36, но и дальше, друзья мои. 22. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немога, и исцелил его. Так что слепой и немой стали говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Парисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вильзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышление, и сказал, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я с сирию Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если я с Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божье. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признавайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признавайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они отчет в день суда. Это Матфея 12 глава, стихи 22 по 36. Здесь очень важно то, когда это произошло и что произошло. Поэтому очень важно прочитать всю главу. Но мы в этой статье затронем коротко именно эту сферу, что такое хула на Духа Святого. Перед этим Иисус Христос имел беседы с фарисеями, и закончились они тем, что они, это стих 14, фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. Это Матфея 12 глава, 14 стих. Господь всех исцелил. Иисуса хотели убить, и наш Господь удалился оттуда и пошел дальше служить. За Ним последовало множество народа, и Он всех исцелил. И Ему привели бесноватого, слепого и немого, и Его Он исцелил. Так что слепой и немой стал говорить и видеть. Люди удивились и говорили, не этот ли Христос, сын Давида, которого ждали иудеи. И тут фарисеи услышали, что говорит народ. И заметьте их реакцию. Стих 24. Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как Силу Верезевула, князя Бесовского. Фарисеи вскипели. Но когда Господь изгнал беса, освободил человека, то есть бесы слушались и повиновались Ему, Он имел власть и в духовном мире. То есть фарисеи увидели угрозу для своего положения, что народ начнет верить Иисусу Христу, и испугались. И реакция, и какая их реакция, это обвинить. Они сказали, он изгоняет бесов не иначе, как Силу Верезевула, князя Бесовского. Не может сатана изгонять сам себя. Но Иисус увидел их помышление и сказал, по логике, не может сатана изгонять сам себя. И в пример привел их учеников, сыновей, что они изгоняют бесов. Но фарисеи на этого ничего не говорят, а на Иисуса Христа начали злословить. И это только из-за того, что Иисус проповедовал Царство Божие и то, что оно приносит, а это освобождение людей от бесов, болезни и дает новую жизнь. И тут Иисус сказал про Холу на Духа Святого, на то, что делал Дух Святой, а это исцелял, освобождал, изгонял бесов. Стих 31-33. «По всему говорю вам, всякий грех и хола простятся человеком, а хола на Духа Святого не простится человеком. Если кто скажет слово на человеческого человека, на сына человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, и дерево познается по плоду». То есть, приписывать дела Духа Святого сатане – это богохульство, кощунство, оскорбление Духа Святого. Наши мысли видны по нашим словам. И секрет заключается в следующих словах Иисуса – это дерево и плод. Иисус привел пример и сказал что-то. То есть, то, что вы говорите – это отображение вашего внутреннего мира. Если внутри злые, то и ваши слова будут злые. Если добрые, то и ваши слова добрые. То есть, внутреннее состояние человека очень важно. Да, наши слова выносят заключение и ставят точку на наше мнение. Здесь, в этой ситуации, фарисеи были злы на Иисуса Христа. И более того, на то, что Он делал – исцелял, освобождал, бесов изгонял силой Духа Святого. И не просто злились внутри себя, но еще и других вводили в заблуждение. Шанс прийти к Богу. Если вы переживаете, что не похулили ли вы Духа Святого, значит, у вас в сердце есть переживание и понятие Божества Духа Святого. Значит, у вас есть большой шанс прийти к Богу в молитве покаяния, и Бог примет вас. Не откладывайте, пока есть возможность. Друзья мои, тот, кто противится Богу, они даже не беспокоятся о Духе Святом. Оскорбили они Его или нет? Он им безразличен. Но если вы переживаете, значит, все в порядке, и вам еще открыта дверь через покаяние к Богу и Царство Небесное. Аминь. Я повторюсь, я еще много буду говорить на эту тему, потому что эта тема, она затрагивает взаимоотношения с Иисусом Христом и Духом Святым. Так что подписывайтесь и следите за контентом. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили откровение Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.